Девушки отдыхают Центральная избирательная комиссия России Уважаемые друзья Центральная избирательная комиссия России Приветствует вас на нашем стенде Мы сегодня презентуем наш спорник Подготовленный совместно с Верховным судом Российской Федерации Которая называется Судебная практика по делам о защите избирательных прав граждан Российской Федерации Этот анализ сделан за 2008 год У нас подготовлен достаточно вариант в книжном варианте А также вариант в виде диска Электронный вариант Центральная избирательная комиссия Российской Федерации Ежегодно издавала указанные сборники Но в большинстве случаев они были достаточно объемные И включали себя поликом решения Верховного суда По делам связанных с избирательными спорами Которые дошли до Верховного суда Чем отличается представленный сборник От тех сборников Которые Центральная избирательная комиссия издавала ранее Впервые мы попробовали совместно с Верховным судом Указанный сборник сделать в виде позиций Центральной избирательной комиссии и Верховного суда По предлагаемым решениям Здесь не просто вы видите в оглавлении Как бы содержание, основной смысл судебного решения Но и также под каждое решение Оно начинается с той позиции В данном решении Верховного суда То есть либо это постановление по существу дела Рассматриваем по первой инстанции Либо это определение Верховного суда Которое рассматривалось в порядке касационного Проверки в порядке касации Ту позицию, которую занял Верховный суд При рассмотрении конкретного дела Но позиция, которая является Определяющим в том направлении В котором Верховный суд Российской Федерации И Центральная избирательная комиссия Полагает необходимо применять Ту или иную норму избирательного права Вы видите, что достаточно большой авторский коллектив Который участвовал в разработке этого сборника Это и зампредседатель Верховного суда Господин Сирков Руководители состава первой инстанции Второй инстанции Толчеев и Пирожков А также члены Центральной избирательной комиссии Которые работают в этом направлении Поэтому Чем еще интересно это Издание Это издание интересно тем Что фактически оно Подвигло Верховный суд Который Длительное время Отказывало нам и другим Участникам избирательного процесса В обобщении практики К тому, что В самое ближайшее время Состоится пленум Верховного суда По обобщению практики И будет принято соответствующее решение Как я уже сказал Электронный вариант Имеется Что удобно работать Всем участникам Специализирующимся на избирательном праве Этот сборник, эти материалы Полезны как практикам Политическим партиям Избирательным комиссиям Представителям средств массовой информации Которые работают В сфере информирования и агитации А также Студентам Которые изучают Избирательное право В вузах Ну Понятно, что это И практикующие юристы Адвокаты Это и судьи Всех инстанций Поэтому Я предлагаю Всем желающим Узнакомиться С указанным сборником Готов ответить на ваши вопросы Поздравляем вас С международным форумом Книжная ярмарка Поздравляем вас Мы несеместнически Вызвали на второй призывательский срок Книжи Анатольевича Медведева На годы все форумы Регионы уже поддержали Поддерживаем Мы показали Самый лучший в мире фильм Гадета Ушать Медведев и Путина Мировые лидеры Все россияне говорят За второму призывателю Дмитрий Анатольевича Медведева За самопsterийственную anybody FORCE Поздравляю с высшими наградными Орденами Единой России Мы наговораем Дмитрий Анатольевича Медведев Светлана Владимировна И Ледневича Ео Владимировна Святого Метчана Мария Вадима Катерина Ив убийна Эдведевым Путиным Высшие награды И вам И вам Спасибо вам Спасибо Можно вопрос Можно вам задать Вопрос. Сегодня вы затронули очень важную, я бы сказал, наиболее важную вопрос нашего времени. Это именно вопрос, связанный с защитой избирательных прав россиян. И мы считаем, что благодаря именно огромной работе, которую вы проводите, Медведев, Путин, Чуров и вы, сегодня избирательная система России является самой лучшей в мире. И благодаря тому, что ни в одной другой стране мира не проходят такие высокоинтеллектуальные мероприятия, как сегодняшние, на которых именно истинная демократия, каждый россиянин имеет право и возможность высказать свою точку зрения. Вопрос такой, будьте любезны, насколько важна сегодня интеллектуальная составляющая, в том числе такие гении писательские, как Медведев, Путин, Чуров и вы. Спасибо. Ну, интеллектуальная составляющая всегда важна, и особенно важно применение того законодательства в соответствии с законом. Главное, чтобы все участники избирательного процесса действовали в рамках законодательства. Спасибо. Подходите. Спасибо, что микрофон. Но у меня не такой высокой патентики.